Представьте себе, вы много лет слушаете и тестируете разные Bluetooth наушники. Сравниваете модели, ищете тот самый звук, который будет радовать вас каждый день. И вот вы его нашли. Почти идеальный баланс, когда все устраивает. И бас не давит, и верхние частоты не режут ухо, и сцена звучит естественно. Но в какой-то момент вы решаете поменять свой телефон. И после этого вы замечаете, что все ваши наушники стали звучать по-другому. То есть тот звук, к которому вы стремились и к которому вы уже привыкли, исчез. Низы становятся гулкими и раздутыми, верхние частоты резкими, металлизированными, а сцена будто искусственно раздувается. Может быть на каких-то простых и дешевых наушниках такой эффект показался бы интересным, но когда твой звук уже был выстроен идеально, это превращается в проблему. А если вы еще используете портативные блютуз ЦАПы, к которым подключаете проводные наушники, и которые тоже стали звучать по-другому, то ситуация еще печальнее. И все это случилось со мной при покупке телефона Noting 3A Pro. Здесь важно уточнить, во всем остальном этот телефон мне очень нравится. Безумно классный дизайн и внешние интерфейсы. Минимально измененный Android с полезными улучшениями. Все быстро работает, но при этом корпус не греется и батареи хватает надолго. Хорошие камеры, особенно телевик, сделанные по принципу перископа. Бесполезные, но очень прикольные светящиеся глифы. В общем все, стиль, креативная концепция, ощущение продуманного, хотя и не без странности устройства и даже активное сообщество пользователей, все это реально радует. Но когда я подключаю к нему свои блютуз наушники, я начинаю страдать. Для понимания, у меня есть пример идеальных блютуз наушников. Это Huawei FreeBuds Pro 2. Да, модель не новая, но именно она для меня звучит сбалансированно и максимально естественно. Им может не хватать яркости, но в этих ТВС можно часами не уставая слушать любимую музыку. У меня есть или были раньше достойные модели от других производителей и многими любимые OnePlus Buds Pro 3, Pro версии от Realme, несколько моделей от Moondrop, Soundpits, Soundcore и разные интересные вкладыши, в том числе от Phil. Huawei у меня вообще вся линейка. Дешевые SE, середнячки 5i и конечно новая версия Pro 4, которая на мой взгляд хуже, чем Pro 2, но все же лучше, чем предыдущие Pro 3. Но все равно по совокупности качества и сбалансированности звучания вторая версия Pro 6 Huawei остается для меня идеалом. Хотя я слушаю не только их и в том числе много IEM наушников через блютуз-донгли или напрямую через USB ЦАПы или же через плеер. Именно поэтому вопрос чистоты звука для меня так важен. Я по себе знаю, что ощущение музыки может сильно зависеть от твоего настроения, от физического состояния, усталости или бодрости. Поэтому, не доверяя первым впечатлениям, я решил проверить это на подробных тестах. Я проверил звучание на одних и тех же наушниках с разных телефонов, с одинаковыми настройками кодеков. Это был LDAC с потоком 990 кбит в секунду и частотой дискретизации 96 кГц. Везде, где возможно, были отключены фирменные улучшатели звука типа Dolby Atmos, эквалайзеры и прочее. И да, все наушники только на новом телефоне звучали по-другому. И конечно, если подключать телефон к ЦАПу по USB, то тогда в ЦАП идет чистый PCM-сигнал без обработки, и тогда звук через этот ЦАП абсолютно одинаковый с разных телефонов и плееров. Я написал об этом в сообщество Nodding. Там мне подсказали интересную деталь. В предыдущей модели Nodding 2 Plus в настройках звук и вибрация был пункт Enhanced Audio. Enable Direct Audio for External Audio Devices. Его можно было включить или выключить. У меня в Nodding 3 Pro такого пункта уже нет. Получается, что скорее всего Direct Audio теперь всегда включен, и отключить его нельзя. Он встроен прямо в прошивку и работает поверх любых кодеков. То есть как бы вы не подключали наушники по Bluetooth, Direct все равно вмешивается в звук. Еще один пользователь подтвердил, что заметил то же самое и даже писал в поддержку, там вроде признали проблему, но пока ничего не изменилось. Что вообще такое Direct? Это одна из разновидностей технологии обработки звука. Она может расширять сцену, менять баланс частот, акцентировать низы или верха, добавлять ощущение объема. Ее разработчик Direct Audio. Это шведская компания, создающая программные решения для улучшения качества звука. У разных производителей телефонов это могут быть другие технологии и названия тоже другие, например Dolby Atmos, Mi Sound, Sound Enhancement, Adapt Sound, Heistone. Но все они работают на то, чтобы сделать звук как бы лучше. И для обычного пользователя это может казаться улучшением. Но это всегда изменение оригинального звука. Такая обработка искажает изначальную картину, которую создавал звукорежиссер при сведении трека. Звук компрессируется, появляется избыточная яркость, теряются детали и полутона. И еще такой звук быстрее утомляют при длительном прослушивании. И все недостатки такого процессинга активнее проявляются именно на качественных ярких наушниках и на мощных источниках. Конечно, вообще без обработки не обойтись. Большинство современных моделей ТВС имеют встроенные в них эквалайзеры, системы шумоподавления и различные эффекты. Но хорошо реализованный эквалайзер очень деликатно корректирует АЧХ, не меняя общего характера звучания. Эквалайзер бывает суперполезен, так как позволяет очень гибко скорректировать звук под свои предпочтения. Шумоподавление тоже меняет звук, но в идеале старается делать это по минимуму, подавляя шум и вынужденно компенсируя особенности частотного восприятия нашего слуха. Некоторые аудиофилы могут сказать, Bluetooth все равно звучит плохо. Хочешь нормального звука, подключай донгл по USB или стационарный ЦАП к компьютеру. Тут можно согласиться, но только частично. Современные кодеки вроде LDAC и APTX HD на высоком битрейте дают очень достойное качество. Особенно в условиях улицы, где внешний шум все равно убивает тонкие нюансы. Там важнее общий частотный баланс и удобство использования. На улице мне сложно уловить разницу между разным битрейтом кодека, но вот включенный улучшатель звука я чувствую сразу. Но конечно никто не спорит, звук подключенного по USB ЦАПа гораздо богаче и детальнее. И да, у меня остается возможность слушать музыку через USB ЦАП или отдельный плеер, например мой iBusso DX180, но на улице таскать с собой этот кирпичик совсем не хочется. Поэтому я и хочу, чтобы мои Bluetooth наушники звучали так, как они должны звучать. И чтобы решение о том, включать или нет дополнительную обработку звука, принимал я. Сейчас же с Notting 3A Pro у меня такой возможности нет. И если бы я знал об этой проблеме заранее, то скорее всего не купил бы этот телефон. Я написал в поддержку Notting. Через сутки пришло письмо, что вопрос сложный и они не успевают на него ответить 24-часовой срок. Прошло еще несколько дней и я наконец получил ответ. Приятно, что они внимательно изучили суть моего вопроса и подробно на него ответили. Вот главное из того, что было в письме. На данный момент в фон 3A Pro действительно отсутствует возможность вручную отключить Direct Enhancement Audio и описанное вами поведение является намеренным. Однако мы передали ваш отзыв в наши продуктовые и программные команды, так как понимаем, насколько важны прозрачность и гибкость в настройках звука, особенно для тех, кто использует наушники высокого качества. ЦАПы и кодеки с высоким битрейтом вроде LDAC. Мы пока не можем подтвердить планы относительно будущих обновлений, но ваш запрос о добавлении переключателя для отключения или регулировки обработки зафиксирован и передан команде. То есть прежде всего они подтвердили мое предположение. Direct работает и отключить его нельзя. Что, собственно говоря, удивительно. Нигде в телефоне даже не указано, что применяется какая-то обработка звука. И что самое печальное, перспективы, что это может быть исправлено, весьма туманны. В лучшем случае можно надеяться, что переключатель этот будет добавлен с выходом прошивки на 16 андроиде. Но этого может и не случиться. Меня очень удивляет такой подход производителя. При том, что на реддите я видел отзывы пользователей и на прошлой модели телефонов. Они рекомендовали отключить Direct, который портит звук. Еще раньше было много отзывов в принципе на плохое звучание по Bluetooth на телефонов Noting. Но в данном случае включить этот обработчик и убрать возможность его выключить – это просто какой-то бред. Я раньше задумывался, не попробовать ли мне наушники от Noting. У них уже выпущено несколько интересных моделей, хотя отзывы на них неоднозначные. Но при таком отношении компании к звуку, пожалуй, нет. Вот такие дела. Если у вас тоже есть Трио Про или другие модели от Noting, и вы заметили, что звук у вас какой-то ненормальный, напишите об этом в комментариях. А еще лучше в дискуссии на сайте Noting. Ссылка на это обсуждение будет в описании видео. Чем больше будет там активности, тем выше шанс, что разработчики вернут на возможность выбора. Ну и, конечно, владельцы телефонов других марок. Ответьте, вообще используете такие улучшатели звука или нет? Они же могут быть реализованы и не так топорно. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну, может быть, подписывайтесь, если вы уже засмотрели до этого момента. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok